Я только что понял, что все предыдущие видео я записал с выключенными эффектами на микрофоне, то есть без шумоподавления, компрессирования, поэтому звук и шум говно, профессионализм, 16 тысяч подписчиков, 5 лет на ютубе, класс, не проверяю микрофон перед съемками. В общем, сегодня, как вы уже поняли под названием этого видео, мы будем делать трек в стиле моторолоши. И для начала я бы хотел вам показать, что в принципе в его треках творится. В принципе, погнали. Короче, в принципе, сразу понятно, что в его треках преобладают бас и дистошн, поэтому мы будем делать упор именно на них. Вот мелодия тут тоже, в принципе, простая. Я думаю, не особо сложно написать такой трек. Наверное, стоит начать с мелодии, опять же. Так что давайте сейчас я загружу какой-нибудь плагин, например, CMI5. Пеем, наставляем примерно 165. И начинаем фигачить. Я уже тут определюсь и с нотой. Это Fa-диез. Получается. Очень высокие ноты, кстати, должны быть. Делаем подобную мелодию, простую. Отлично. Закидываем это все на канал. Врезаем резонансы. И накладываем немножко реверба. Реверба накладываем. Врезаем низкие частоты. Так, накидываем кик. Желательно, чтобы он был жестким примерно. Таким вот. Можно даже вообще, типа, на минус поставить. Вообще не играет роли, как вы поставите кик. Типа, часто, не часто. Главное, это обработка. Так, закидываем, опять же, на канал. Делаем вейвшапер. Прям в небо уводим вейвшапер. Потому что наша, как бы, драмка будет вообще глушить мелодию. И... Вместе с басом. Теперь, наверное, 808 сразу пропишем, да? А, или пик контроллер. Пик контроллер. Обязательно. Пик контроллер. Вот так вот делаем. Бэйс ставим на... Чтобы здесь вот было 801. Волюм примерно на минус 30 или минус 40. Дикей. Ну, чуть побольше с этим делаем. Здесь, короче, дёргайте. И смотрите, как лучше звучит. Слушайте, точнее. Так, 808. 808-ой берёте чистый. Такой вот. То есть, не такие вот всякие вот эти вот... Изначально задисторчены. Вот такой вот, обычный простой. Потому что мы его сами задистортим, как нам надо. Накидываем его сразу на канал. Вообще посрать то, что здесь долбит. Я в последних видео, я не помню, как он говорил, что... Типа надо, если на высоких нотах, надо вот так вот снижать громко, чтобы не долбил. Но здесь, в принципе, на это можно забить. Мы делаем бит. Мы делаем разнос. Так, на бас сразу накидываем эквалайзер. Здесь бустим... Наверное, низкий. Вот так вот прям. И высокий убираем мы. Часто-то. Блот-овердрайвом просто разносим. Накидываем, наверное, сатурн, чтобы платить бас. Я, на самом деле, поторопился, что надо убирать высокие частоты. Можно вот так вот сделать. Попробуем еще накинуть озона мейджер, чтобы разъехаться пушем, опять же. Необычно. Шикарно. Опять же, накидываем пик-контроллер. Делаем вволюм. Минус 50, наверное. Дальше. Теншин. Вот так вот. И делаем пикер вот так. Кажется, был довердрайв как-то тупо расхреначен на бас. Можно попробовать еще какие-нибудь покрутить всякие дистортеры. Во, отчаян. Вот это вот уже... Это серьезно уже. Понимаете? Мы не просто школу битмейкера. Мы крутые школу битмейкера. Можно кик немножко укоротить. Вот так вот. Прописываем, короче, хэт. Что у нас по хэту в треке? А, ну, короче, хреначат по прямой. Отлично. Там удобнее. Берем деревня и хай-хэт. Да. Там, кстати, не такие выразительные, как все остальное. Клэп, 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 клэп. Чего у нас по клубу? Обычный клэп. Тоже просто задисторшенный вей. Дисторшен клэп по стандарту. Отлично. Я тут заметил, что в треке... Бас настолько жесткий, что просто кик в нем тонет. Поэтому нахрен пик контроллер. Переходим на мастеринг. И это наше любимое. Добавляем, опять же, высоких и низких. Что-то интересное. Тут у нас пустота. Вот так вот по лучшим разводим. Так, хэты я по умолчанию альтером, короче, развожу по ушам. И ввелосьте немножко. Мне кажется, надо дисторшен накладывать обязательно на мелодию. Вот, и мы этот дисторшен врубаем на дропе. С помощью автоматизации. Так, и теперь делаем куплеты. Ну, с куплетами, в принципе, все просто. Мы просто копируем драмку. С дропа без мелодии. А, изменить же надо. Потому что надо, чтобы отличалось как-то. Можно чуть-чуть ауто сделать на басу. Так, и во второй части куплета мы поднимаем реально на несколько актов. Правда, после такого хода вас будут ненавидеть примерно все. В том числе и ваш лейбл. За то, что вы поломали им уши. Так, все-таки мы побережем немножко уши наших слушателей. И сделаем тут чуть-чуть потише бас. Надо еще сделать, короче, вторую мелодию. Вот здесь вот. Такую вот простую мелодию, типа. Здесь вот так же врубаем дисторшен. Может еще что-нибудь добавить, попробовать. Нет, тут уже перебор, мне кажется. Мы отлично уплотнили бас. У меня уши заложило, блин. Это же пипец, а не трек. Если такое будет на концертах играть, то это же вообще пипец. Здесь мы, короче, добавим лав-фильтра. Пресет дефолт. И автоматизируем кат. Еще раз у нас. Мне кажется, кик слишком жесткий. В обычных треках надо добиваться минимальных конфликтов. Сэмплов. А здесь надо добиваться максимальных конфликтов. Это пипец. Все, я считаю, наш бит готов. Это был самый перегруженный бит в моей жизни. Я никогда столько дисторшенов не накладывал в одном проекте. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот он и он. С вами был Ронбин. Всем удачи, всем пока. Сейчас вы услышите бит, в принципе, по стандарту. Всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.